Сегодня 80 лет со дня рождения поэта и драматурга Геннадия Юшкова. Известный поэт, прозаик и драматург ушел из жизни три года назад, оставив после себя большое литературное наследие. Сегодня в нашей студии его друг и коллега по цеху, поэт Владимир Тимин. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. Ну, поскольку вы, Геннадий Анатольевич, хорошо знали, первый вопрос, собственно, что вы можете от себя сказать о нем? Угу. Неофициально так сказать. Да, я долгое время работал, возглавлял нашу организацию писательскую. Я был у него заместителем, как бы, правой рукой. Мы дополняли друг друга. Не в творчестве, он шел своим путем, я в своей организационной работе где-то. Даже такой, когда-то я помню, Прометей Чистолев, может быть, композитор, помните? И знаем, конечно. Вот мы его женили в свое время, и вот там ему читают нас в 10-й, 1-й, 2-й, 3-й. Я говорю, Геннадий Анатольевич, мы писатели, у нас нет ничего этого. Давайте что-то перекур устроим на второй этаж, сходим, сбегаем и давай. Я говорю, давай первую строфу напишу. Ты вторую, третий, четвертый, пятый, шестой. Ты, о том я, о том, о том. 45 минут. Пять минут. Вы успели. Да, 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 потому что ждут там. Ну и все, он пишет это, я на второй строфой, это и так далее. Соединили, ты прочитай, ты бывший диктор. Ну, я прочел, ой, как здорово, как здорово. Они не знали, что это на салфетках, мы быстро написали. Вот даже такие, неофициальные, что ли. То есть он умел импровизировать хорошо? Импровизировать, ну, я, поскольку то же самое, чтобы грязь лицом не ударить. Ну, что ж, да, сказали правильно, в 80 он не дожил до 80, но он живет в своих произведениях. И в его произведениях я, например, узнаю все его интонации, все взгляды на жизнь. И для меня он живой, потому что для писателя это привилегия такая, что земная жизнь окончилась, а произведения будут жить очень долго, если это писатель настоящий. А это он народный писатель. Ну, 20 лет он публиковал первое сникуторение. Это было «Утро мира». В 52-м году, по-моему, да? В 52-м году, ему было 20 лет. Это фактически его утро всего творческой, ее биографии. В 53-м году он поступил в Институт литературный в Москве, в семинар, значит, Михаила Светлова. Он свое очень оригинально, говорит, вел это дело. И ему мы сначала прочли стихи, и вообще такие сукрутасы, искали сложные образы и прочее. Он подумал, подумал, и слушай, он сказал нам, слушайте, я старый еврей, меня уже ничем не удивишь. Вы просто пишите, от души, от сердца, тепло, непонятно. То есть главный принцип такой дал, да? Главный принцип, да. Поэтому-то он и от души писал. Он был в душе, гуще народа, от души. Стихи его, я бы не сказал, они холодные такие, совершенные и холодные такие. У него теплые стихи, они согревают душу. Почему согревают душу? Потому что они от души. Вот это самое. Ну, у него широкий творческий был диапазон. А вот в секрет его успеха, его творчества, он все-таки вот в этой народности, приближенности к простому быту. Это уникально, это у него характер был своеобразный, конечно. Мы никогда ничего не спорили. Если не думал, как какая-нибудь, мы его исправляли. Он даст намек, я знаю, куда, чего, что и как. Поэтому у нас было взаимопонимание полное. Единственное, он знал свой ком-язык. И среди писателей, я смею так сказать, лучше всех. Лучше всех. Он его знал досконально, язык. И многие даже читают, учителя даже жалуются, мы не понимаем иногда. Почему? Потому что он ничего не изобретал, но он знал пласт языка 100, 200, 300 летней давности. Он все это, память у него была великолепная. И он все это употреблял, там писал и так далее. Ну, роман у него, повести, он вообще творческий, широкий диапазон у него очень был. Вот я знаю, что его роман Чугра такой считается крупномасштабным. Чугра, Огневница, это значит, исторический роман. Он полднял там целый пласт древней жизни нашей. И древний пласт этот Чугра. Чугра, это большой камень. Там несколько эпох, я думаю. Да, и камень, и тогда олицетворение на холме, олицетворение наших богатств подземных. Кстати, вот сейчас, говоря, буквально вчера или позавчера был прием его памятника. И, видимо, с Чугры, что ли, я от себя это говорю, имею право неофициально. Чугра, большой камень такой, значит, нашли в его деревне. Стали выковать его для памятника. А, кажется, камень-то большой, это еще под землей. И он весит 17 тонн, его привезли. Вот он мне так его поставит сначала. И вот этот постамент какой-то, в общем, своеобразный такой памятник. Я его не видел. Ну, вес, мне кажется, физические камни соответствуют весу литературному писателю. Может быть и так. Потому что родные и одобрили эту идею. Ну, они лучше его знают, чем даже я. Ну, правильно. В этом вопросе, естественно. Да, а так мы везде бывали, командировки ездили, выступали на конференциях, на съездках и везде. Ну, такая деталь, что Владимир Васильевич, не забудь, этот номер мы должны, это самый ты там. Потому что мы совещались, у нас были такие оперативные все. Но я говорю, Геннадий Анатольевич, видишь, тут такая штука, я храплю ночью. А он говорит, ну ничего, я плохо слышу. Даже здесь, Владимир Васильевич? Да, да, да. А кроме творчества, еще что-то вот занимало время, жизнь Геннадия Анатольевича? У нас, ну конечно, вот в общественной жизни он депутатом Верхсовета был. Потом он же создавал общество Коми Коттер, которое вот в феврале был 10-й съезд, юбилейный. Он отец этого общества, сейчас это называется Коми Войтер. Вот я бы сказал о том, что ему 20 лет. Это он опять делал. Теперь, значит, меня он назначил, как это назначил, за, как это называется, значки, там флаги и так далее. Вот я вам подарю этот, этот знак Коми Коттер, знак моего уважения лично к вам. Спасибо вам большое. Да, и вот это интересно. Вот посмотрите, мне помогите, руку протяните. Давайте, конечно. Давайте. Вот так, скажем, этот край возьмите. Что у нас получилось? Ну, половина, пусть. Вот это был флаг его общества, что он Коми Войтер. Он не знакомый этому? Знакомый немножечко в чем-то? Ну, цитата знакомый, конечно. Так, хорошо. Значит, тогдашний глава сказал о том, что свастиков брать, это древний знак солнца у Коми. Так, художник его перевернул. Теперь уже лучше видно, да? Ну, теперь все понятно. Теперь на Степановской площади. Вот это дедушка или бабушка, или я не знаю, что у нашего государственного флага. Это дело наших рук. Хотя наоборот, он тоже неплохо смотрелся. Неплохо. Вот это красное, но идет. Это знак солнца, знак вечной жизни. Что никаких 21 декабря этого года не будет. Что жизнь вечная. Этим мы подтвердили даже флагом нашим знаменем. Ну, что еще сказать? Вот это. Потом что еще? Да, перевод. Его произведения много переводят. Известны они и в Москве, и за рубежом даже, и так далее. Вообще, не он очень прост. Вроде он проще своих произведений. Но, как сказать, все его книги с автографом. Вот я еще показываю. Например, Бу Уйволович с автографом. Буквально написанным Владимир Васильевичу. Бур Шеломен доводчик. Качественного. Доброго сердца и на воспоминания. Приятно перечитывать, наверное. 92-й. Приятно перечитывать, наверное. Ну да, конечно. Да, у меня много. И теперь уже он не увидел эту книгу. Чукас ты коми, чукас. Позови, коми земля, позови. Коми земля, ты ее и позвала. Так, здесь заканчивается книга, значит, моим интервью. Добрая беседа называется. Йорта Шерни, значит, товарищеская беседа. Это я у него спрашиваю, он это отвечает. Этим завершается ее книга. Хорошая, изданная книга такая. Ну, в общем, она остается нашим классиком. Я его считаю, вот у нас в слове, значит, Куратов. Ну, Куратов особенно, о нем говорить не будем. В Алмате есть в лице имени Куратова. Просто мы никак, и тоже он болел за это. То есть он входит в плеяду наших основных писателей, так можно сказать. Можно сказать, Триумвират. Савин, Чистолев, Юшков. Ну что ж, с вами, с вашим опытом и знанием нельзя не согласиться. Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Напомню только что, поэт Владимир Тимин вспоминал творчество и самого Геннадия Юшкова, известному поэту и драматургу. Драматургу сегодня исполнилось бы 80 лет. А наш эфир продолжает новость.